Уважаемые коллеги, после завоевания в 1237-1240 годах большей части русских княжеств Баты и установление в 1242 году власти завоевателей над покоренными землями наиболее тяжким последствием монгольского господства над Рухи стал введенный иноземными правителями налог на русское население – харадж. На Руси он стал называться выходом. Это дословный перевод турского термина харадж или ордынской дамы. Выход, очевидно, собирался каждый год и выплачивался, скорее всего, частями дважды в году, поздней осенью и в последний месяц весны. Но сколь несущественны вопросы о сроках выплат, а также вопросы организации сбора, выхода, его хранения и доставки в Орду. Главной проблемой изучения истории ордынской дани является определение ее размера. Сделать это очень сложно, поскольку источники чрезвычайно редко говорят о превратившихся в обыденные выплаты Орде. Исключение составляют завещания и договоры русских, преимущественно московских князей XIV-XVI веков. Начиная с конца XIV века, в этих документах достаточно часто появляется статья, где речь идет о выплатах в Сарайской Орде, а иногда приводятся данные о размерах таких выплат. Институт российской истории РАН, об этом уже говорил Юрий Александрович, уже несколько лет ведет работу по переизданию душевных и договорных грамот русских князей XIV-XVI веков. В ходе такой работы выяснилось, что целый ряд грамот должен быть передатирован, а содержание грамот, касающиеся выплат Ордынского выхода, уточнено и теснее связано с фактами политической и военной истории XIV-XVI столетия. К прояснению таких вопросов и упозвещен данный доклад. Одно из первых упоминаний поборов, которые осуществляла Орда на русской территории, является запись Рогожского летописца под 1260 годом о том, «Что того же лета бысть вече на бессермены и изгнаше их из городов много же пакость творяху христианам». Вот эта вот запись, она как-то проходит мимо внимания исследователей, занимающихся историей русско-ардынских отношений. Между тем, запись чрезвычайно интересна, потому что, во-первых, говорит о вече в русских городах. В русской литературе распространено мнение, что вече, собственно говоря, угасает и, кроме как в Новгороде, не проявляется. А тут вот эта вот запись говорит, что в целом ряде русских городов прошло вече, изгнали бессермен, живших в этих русских городах, потому что они пакостили. Ну, как бы не это самое, трактовать это вот слово, ну, например, там, скажем, в летописях до монгольского времени очень часто говорится о пакостях половцев по отношению к русским. Ну, что это такое? Это, в общем-то, такие небольшие набеги, которые кончались тем, что забиралось имущество в тех районах, где воевали половцы. Следовательно, вот эта вот пакость, о которой упоминает летопись, это, скорее всего, говорит о том, что просто грабилось население. И это относится к 1260 году. Другой пример относится к 70-м годам 13-го века, когда Владимирский епископ Серапион горько сетовал на то, что в его время мы, русские, сласть хлеба своего изъесть и не можем, косвенно свидетельствуя о том, что отток материальных и дежинерных ресурсов из русских земель в Орду, был велик. Спустя почти столетие вопрос о Дане в Орду оставался главным в политике северо-восточных русских князей. Статья 11 договора 1375 года Москвы и Новгорода с Тверью закрепляла положение, согласно которому астатары уже будет нам мир по думе, а будет нам дать и выход по думе же, а будет не дать и по думе же, тесно увязывая невыплату или выплату выхода с войной или мирными отношениями с Ордой. Кстати говоря, вот это вот самое раннее упоминание выхода душевных и договорных грамот прошло почему-то мимо внимания составителей известного словаря древнерусского языка XI-XIV веков. Там вот эта вот грамота как-то договорная 1375 года не была учтена. Однако вот эти вот все приведенные данные на чего они не говорят о размерах выхода. Мы только, значит, можем по ним судить о том, что выход существовал. Какого размера, это вот неизвестно. Указание на суммы дани извлекается из более поздних душевных и договорных княжеских грамот. Так в свое время поступал Павел Николаевич Павлов, первым из советских историков, поднявший вопрос о размерах Ординского выхода. Надо сказать, что эта работа, опубликованная в 1958 году, по сей день остается единственной специальной работой по этому вопросу. Это крайне странно. Очень странно. Потому что с момента перестройки стало появляться очень много работ, посвященных русско-ордынским отношениям или русско-татарским отношениям вообще в целом оценивается. А вот как, собственно говоря, была отлажена финансовая система податей в Орде, об этом почему-то не говорится. Я это объясняю только тем, что для этого нужна достаточно кропотливая и долгая работа. Потому что выявить вот такие вот отдельные упоминания, это надо, в общем, простудировать духовные договорные грамоты русских князей, а это том в 60 с лишним печатных листов. Но вот точка зрения Павлова на выход, она заслуживает внимания. Он в итоге приходил к выводу о понижении после Куликовской битвы 1380 года русских в Эплатарде. Понимаете, я бы сказал так. Павлов только что вернулся на родину после Великой Отечественной войны. В его представлении крупные битвы сразу влекли за собой большие социальные и финансовые последствия. И если произошла Куликовская битва, которая не привела к освобождению русских земель от господства ордынских ханов, то в чем-то положительном она должна была выразиться. Мысль была такая. И вот он стал утверждать, что после Куликовской битвы как раз произошло снижение ордынского выхода. Но давайте будем объективны и давайте посмотрим на то, а что же после Куликовской битвы все события развивались так. Всегда побеждали представители русских земель, а орда что, не побеждала, что ли? Побеждала, конечно. И у нас есть данные о том, что после взятия Москвы тактамышем в 1382 году, в 1384 году последовало ордынское распоряжение о том, чтобы был выплачен крупный выход орде. И летописец написал, что брали полтину с двора и даже золотом давали в орду. Полтина это половина рубля того времени. Вещь достаточно серьезная, потому что на нее можно было купить 10 овец. То есть, чтобы заплатить вот такой выход, надо было продать каждому двору 10 овец. Или это было от 700 до 2000 килограмм зерна. Так что вот этот выход, он наносил сильный ущерб сельскому хозяйству русских земель. Еще надо заметить, что помимо вот этого вывода, ну, вывода, не вывода, собственно говоря, а утверждения относительно того, что после Куликовской битвы выплаты сильно уменьшились. Павлов приходилось к тому мнению, что выплаты, которые встречаются в указаниях источников, они все были реальными. хотя он знал относительно мнения Ключевского и вот дальше значит я буду говорить об этом, что указания источников, что берется такая-то сумма, является в одних случаях указаниями условными, а в других случаях и очень редких абсолютными. тем не менее концепцию Павла Николаевича Павлова поддержал наш современник Антон Анатольевич Горский. От себя он привел аргумент в ее пользу. Так, после известия состояния на Угре 1480 года Ивана Третьего и Хана Ахматова я цитирую далее автора в договорах Ивана Третьего со своими братьями Андреем Углецким и Борисом Володским заключенных 2 февраля 1481 года появляется новое изменение формулировки пункта о в отношении с Ордой указания размера выплат в 1000 рублей. Вот такое мнение было высказано Антоном Анатольевичем. Действительно такая цифра есть в статьях 25 названных грамот. Выход Ти мне давати в 1000 рублев 100 рублев и 30 алтын и 3 деньги. Только ее интерпретация должна быть совершенно иной. Во-первых, упоминание или указание на 1000 рублев как размер выплаты встречается намного раньше. Впервые она встречается в завещании 1389 года Дмитрия Донского это его последняя душевная грамота. в статьях 33 и 37 там указываются размеры даний, а статья 38 уточняет, что это выплаты то будут в 1000 рублев. Значит, или надо признать, что здесь о чем-то другом идет речь, или надо признать то, что вот эта цифра 1000 рублей была уже в ходу не в конце 15 века, а в конце 14 столетия. то есть значит не в 1481 а в 1389 году. Сравнительно недавно вот разбор тех данных, которыми оперировал Горский подверг критике Аракчеев. Он показал, что в грамотах от 2 февраля 1481 года речь идет не о реальной 1000 рублей, как думал его предшественник, а условно единицы 1000 рублей, в которую братья Ивана Третьего должны были внести в одном случае 100 рублей и 30 алтин и 3 деньги, а в другом случае 61 рубль и 10 алтин и 1 день гу. брат Ивана Андрей Углич вносил 100 рубля вносил 100 рубля с небольшим. Главная мысль статьи Аракчеева вполне справедлива. Она подкрепляется и другими показаниями источника. так из второго договора серпуховского князя Владимира Андреевича с великим князем Василием Первым, датированного теперь 1402-1404 годами, но это вот следствие нашей работы над новым изданием духовных и договорных грант русских князей, следует, что Владимир должен был дать Василию Первому с углича поля 7000 рублев, 100 рублев и 5 рублев. Те же 105 рублей взимаются с углича и тогда, когда общая сумма выхода снижается до 5000 рублей. Вот чем объяснить постоянство такой выплаты с углича при серьезных изменениях общей суммы выхода, а только тем, что угличские 105 рублей относились к условной счетной единице 1000 рублей. В таком случае побор с углича при 7000 выходе должен был составить 735 рублей, а при 5000 выходе 525 рублей. Выясняется, что размер побора с углича не был постоянным, он изменялся вместе с изменениями общей суммы выхода, хотя норма была одинаковая все время, 105 рублей с 1000. Ранги таких колебаний были достаточно узкими. В самом раннем княжеском договоре, где фиксируется общая сумма выхода, эта сумма равна 5000 рублям. Участник договора, серпуховской князь Владимир, должен был внести в 5000 рублях, 300 рублях и 20 рублях. То есть, реально со своих владений выплатить 1600 рублей. В начале 15 века ситуация изменилась. Как указывалось выше, в договоре 1402-1404 года речь шла о выходе размером в 7000 рублей. Уже один этот факт свидетельствует о том, что в 15 веке выход не уменьшался, а возрастал. Возрастал потому, что орда пользовалась затруднительным положением Василия I, пытавшегося помешать Литве в начале 15 века захватить Смоленск. Попытка оказалась тщетная. 11 июня 1404 года Витовт овладел Смоленском. В такой обстановке Василий I был бессилен противодействовать данническим притязанием Орды. Однако вскоре положение изменилось. По завещанию конца 1408 года Серпуховского князя Владимира его наследники должны были вносить дань в 5000 выход. Однако в завещании 1432 года Звенигородского и Гальского князя Юрия Дмитриевича это отец Шемяки говорится, что он 7000 выход брал с Венигорода 511 рублей, а с Галича 525 рублей. Это суммы реального выхода. А если считать по тысячам, то тогда надо было говорить так, что в каждую тысячу рублей в первом случае с Венигорода собиралось 73 рубля, а с Галича 75 рублей. так вот значит если в 1432 году размер выхода повышается до 7000 рублей, то по-видимому опять все-таки на непродолжительное время. А повышение связано с тем, что в Орде хорошо знали об остройборьбе за московский стол в начале 30-х годов 15-го века и понимали, что повышение нормы выхода не вызовет у московских князей, занятых этой борьбой, противодействия. Со времени вторичного возвращения Василия Второго на московский стол, это 1434 год, в его договорах с родственниками появляется оборот типа у вас ми и мати выход по старым дефтерям. Последний раз оборот с упоминанием дефтерей употребляется в договоре 1483 года. Старые дефтери ведут ко времени Василия I, который платил вывод в 5000 рублей. По-видимому, выход такого размера сохранялся до 1484 года, а не до 1981, как полагает Антон Анатольевич. События 1480 года на него не повлияли. в 1503 году в своем завещании Иван III большой раздел посвятил ордынским выплатам. По его расчетам в условную 1000 рублей его наследники должны были внести 1003 рубля, 9 гривен и 3 деньги. Вообще вот это долевое деление или счет по долям позволял в эту тысячу включить хотя бы миллиард рублей. Понимаете? Но это не абсолютная цифра, а нас интересует абсолютная цифра. Так вот, если в 1503 году долевой раздел такой под 1000 рублей превысил 103 тысячи рублей, то в 1389 году такой износ составлял 960 рублей. Следовательно, выход продолжал расти и в начале 16 века. Таким образом, утверждение современных исследователей о снижении размеров выхода в конце 14-15 веках является фикцией, основанной не на системном исследовании источников, а на выборке отдельных примеров, уменьшающих выплаты Одесс владений московских князей в 5-7 раз. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Есть ли вопросы? Только я прошу вопросы, а не выступления. Пожалуйста, Юрий Васильевич. Владимир Владимирович, есть мнение, что мотоженский выход это только часть дологов выступлений, в данном случае князей. есть ли какие-то указания в душевных и главных грамотах, которые подсказывают нам какая-то часть выступлений? Нет, гораздо интереснее нам знать, на чем основывается подобное мнение. Что приводится в его обоснование? Вот московские грамоты, которые мы теперь изучили не до конца, во всяком случае в основном изучили. Таких вещей не подтверждают. Причем я хочу заметить, что вот эти выходы, которые платят князь, это выход, который собирается с населения, с народа, а не что-нибудь. вот 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 эти вот ножницы, о которых вы говорите между понятиями княжеский ордынский выход и народный ордынский выход, это мистификация истории просто-напросто. Спасибо. Еще есть вопросы? Городин Владимирович, давайте. не длинный. Нет, нет, только вопросы. Ничего больше. Лемен Рейджик, вопрос вот какой-то. Я, может быть, не с самого начала слышал в вашем выступлении. Задание, о которой вы говорите, это только дань великого московского и Владимирского. Значит, вот вопросы. Я все понимаю, да. Да, 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 значит, есть договоренность относительно того, что после этой конференции будет издан сборник, будут более подробно рассмотрены те вопросы, что затронуты на этой конференции. Значит, речь, как я понимаю, идет о том, а с какой, собственно говоря, территории собирался выход. Вот там все вот это будет разъяснено. Это, конечно, вот этот выход, о котором я говорил, 5000-7000-й, включает в себя московское княжество, включает в себя Владимирское Великое княжество, включает в себя княжество Дмитровское и Гальческое. Это вот эта самая территория. Нижегородское Суздальское Я еще не ответил, а вы уже опережаете меня новым вопросом. Что касается, значит, вот других княжеств, таких, как Нижегородское, Суздальское, это часть Нижегородского княжества, вот, такие княжества, как там Стародубское, такие территории, как Псков и Новгород, будем говорить также еще и о Южно-Русских княжествах, то есть Киевском, Черниговском, Переяславском, вот этих территориях и так далее, они в эти расчеты не входят. Но там можно сделать предварительные определения, какие суммы были. Суммы эти должны были достигать не 5-7 тысяч рублей, о которых я сегодня веду речь, они достигают размеров примерно 20 и более тысяч рублей с этих территорий. Так что это была, конечно, громадная сумма, которая все время выплачивалась в Орде. Напомню вам, что иранский, простите, марокканский путешественник Ибн Батута, который побывал в Орде хана Узбека в 30-е годы 14-го столетия, считал, что Саумы, которые находили на территории и сейчас находят на территории Золотой Орды, они все привезены из России. Россия была богата серебряными рудниками и поставка серебра во Орду шла от нее. На самом деле никаких в 14-м веке серебряных рудников в русских землях не было. в 15-м в конце 15-го века это первые русские серебряные рудники при Иване 3-м на реке Цильме. Так вот, продавались меха. И надо понимать, какое количество пушнины надо было заготовить, чтобы продать ее западноевропейским купцам. Те должны были заплатить серебро, а вот это серебро в больших размерах шло в Орду. Но это другие вопросы, на которые я постараюсь ответить статье, что будет написано после нашей конференции и, надеюсь, в недалеком времени издано. Да. В каком нибудь исчислении подается петрад, которые возникали в связи с приезда из Орды на Русь за передание послов. Но о том, что такие случаи бывали, мы знаем из указаний, касающихся Ярославского княжества. Мы знаем это из истории Московского княжества. Это те протори, которые надо платить за прием ордынского посла. Не поддаются какому-то определению? Нет, не поддаются. Не поддаются почти. Не знаю, таких прямых сведений о том, сколько надо было платить. Разговоры и договоры по этим расходам между князьями есть. Но сколько надо платить, это не определяется. Все, да? Физически известно, как. Значит, это самое я сказал, что по данным мультописным 1384 года в Орду платили золотом и серебром. Уж одно это говорит о том, что это значит не монеты, а просто изделия. Их можно было значит вот отдавать, а там принимали на вес, как всегда в средние века. Без всякого учета понимаете их художественной ценности. веке. А грампет оттек за грань